Всем привет! В студии Артём Персийский. Сегодня у нас временные или временные, как вам будет больше угодно, новости. Есть новости серьёзные, есть новости несерьёзные. Из серьёзных новостей мы посмотрим на новые релизы от компаний Фредерик Констант и Сертина. Из новостей несерьёзных мы посмотрим на новые часы блогера Влада Бумаги А4. Также взглянем на часы, которые были замечены на руке у Бэкхэма, которые так понравились женскому полу. Также у нас есть новости от компаний Patek Philippe и Rolex. Будет интересно, не переключайтесь. Итак, для начала Сертина. Сертина это тот бренд, который я очень люблю. Вот как-то вот нравится мне Сертина и всё. Вот есть в них что-то такое, вот такое, вот такое, понимаете? Сертина, у меня были Сертина DS Podium и я всё время мечтал себе о Сертине DS Action, какой-нибудь дайвер хотел себе. Вот я прям вот хотел. Ну вот мне нравятся, мне нравятся все дайверы, что они делают. За исключением одного момента. Для меня 43 миллиметра корпус, а у всех их дайверов, вот таких вот, прям вот DS Action, которые черепашки, там 43 миллиметра. И для меня это многовато. Вы знаете из моего ролика, где я обсуждал, показывал вам свои Гамильтоны, которые я купил. Там 41 миллиметр, я считаю, что это вздор. Или 40 там, сколько? 40, 41. В общем, 43 для меня много. И тут Сертина выпускает новый дайвер. Дайвер, офигенский дайвер, крутой дайвер, очень красивый, с невероятно классным браслетом. Очень похожий браслет Тойстера, как у Роликса, прям вообще он очень классный. Сертина выпускает этот дайвер в нескольких цветах, ещё есть Two Tone, то есть там два цвета, да? Золотистый, серебристый. В общем, очень всё красиво, очень всё круто, за исключением одного момента. Сертина, 38 миллиметров, 38 миллиметров, 38 миллиметров, 38 миллиметров, 38 миллиметров, дайвер. Эти часы соответствуют дайверскому стандарту ISO 6425, с водозащитой 300 метров. То есть, вы понимаете, это прям вот самый настоящий дайвер из всех дайверов. Только разве что гелиевого клапана нет. Это дайвер по всем статьям. Но как может быть дайвер настоящий, 38 миллиметров, который отнесён в категорию мужские часы? Мужские часы, 38 миллиметров, 38 миллиметров. Сертина, что происходит вообще? Почему вы вот бросаетесь из крайности в крайность? Почему у вас есть часы 43 миллиметра и 38? Это же 39, 40, 41, 42, 43. Вы чего? Я помню, как я примерял в бутике новый Tudor Black Bay 58, 39 миллиметров. Так 39 миллиметров для меня они показались вообще вот такими вот крошечными. А здесь 38, 38. Часы на самом деле очень классные. Как я уже сказал, мне очень нравится браслет в этих часах. Там стоит механизм PowerMatic 80.611 с запасом хода 80 часов и, что самое важное, с новых их сплавом Nivacron. В этом механизме, в отличие от предыдущих релизов сертиновских PowerMatic, нету композитных материалов. Естественно, нержавеющая сталь 316L. Покрытие суперлюминого. Толщина 12,2 миллиметра. Расстояние между ушками 19 миллиметров. Естественно, антибликовое покрытие. Сапфировое стекло. Удлинение в браслете специально для дайверского костюма. Вообще, это прям вот идеальные часы. Идеальные они бы были, если бы они были, ну хотя бы 40 миллиметров. А теперь, внимание, вопрос. Я уже был в магазине. Я вообще хочу и себе синенькие, естественно, синенькие летние дайверы. Вот прям настоящие-настоящие дайверы. Там были черные. И я их померил. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу фотографию. Вот я вам сейчас покажу фотографию. У меня 17,5 сантиметров запястья. Я вам сейчас покажу фотографию. Только обратите внимание, вы должны держать в уме то, что это снято с близкого расстояния. Что объектив все-таки относительно широкоугольный. У айфона там сколько он, я точно не помню. Но они вроде бы смотрятся сейчас на фотографиях. Вы посмотрите на фотографии. Они вроде бы смотрятся, блин, нормально. Но вообще это все-таки ненормально 38 миллиметров. Ну вот, все-таки они маловато. В общем, смотрите. Вот так вот они смотрятся. Но поверьте мне, вот я хочу у вас спросить на самом деле, ребят. Вот серьезно подскажите, нормально это на мою руку 17,5 миллиметров или ненормально? Вот у меня все-таки резонанс, вот диссонанс, не знаю, как это. Ну вот, они меньше, чем мои вот эти дресс-вотчи 41 миллиметр от Фредерик Констант. Ну, елки-палки, ну как так, 38, все. К следующей новости. Короче, взбесила меня сертина. Хоть и это очень крутые часы, может быть, я психаную и куплю их. Но 38 миллиметров. Говорим про мои любимые Фредерик Констант. Знаете, как-то тут недавно смотрел какого-то зарубежного блогера и, ну, такого весомого, серьезный парень. Его спросили, какие компании, на его взгляд, скоро уйдут из рынка и не будет у них никакого будущего и так далее. И среди прочих он назвал две компании Морис Лакруа. Я вообще не согласен, Морис Лакруа с мануфактурой, собственно. Это как бы серьезные вещи. И еще он назвал компанию Фредерик Констант. Так вот, этот блогер вообще ошибался по всем статьям, потому что недавно совсем, вот буквально на днях, Фредерик Констант представила инновационный прорыв. Я не знаю, как это назвать. Вот я так для сравнения вам скажу. Вот как Apple представила чип M1, точно так же и Фредерик Констант представил что-то очень новое, интересное. Что-то инновационное. Такого не было нигде. И мне кажется, что это реальный прорыв в часовой технологии. Есть такая компания Flexis Mechanism. Она была основана в 2012 году в городе Делфте в Нидерландах при Делфском технологическом университете. Это независимая часовая компания, специализирующаяся на проектировании и разработке гибких часовых деталей с акцентом на механические часы. Так вот, компания Фредерик Констант вместе с компанией Flexis придумали новый кремниевый осциллятор. Что такое осциллятор? Осциллятор это электрический генератор, который производит повторяющийся электронный сигнал, чаще всего синусоидальную, пилообразную или квадратную волну. Короче говоря, если простыми словами, осциллятор это обычный маятник, только очень быстрый маятник. Этот маятник работает с беспрецедентной скоростью в 288 тысяч полуколебаний в час или 40 Гц. Мы с вами знаем, что приблизительно всякие ЕТА механизмы, селиты, у них сколько там, 18 тысяч, 28 тысяч полуколебаний в час. И до этого, вот я знаю, у компании Болл были 30 Гцовые механизмы еще у кого-то, вот не могу вспомнить, сложно гуглить такую информацию. А тут получается 40 Гц и в 10 раз количество полуколебаний в час больше, чем у обычных механизмов. И вот 40-мм моделька Slimline Monolithic Manufactura является гордым обладателем этого революционного генератора. Первые часы в мире, которые могут похвастаться частотой в 40 Гц. Этот кремниевый осциллятор заменяет 26 компонентов стандартного ассортимента часов на один компонент с двумя регулируемыми грузами. Габариты этого осциллятора 9,8 мм на 0,3 мм. В этом осцилляторе есть такая функция анкерной вилки, которая позволяет часовщикам с исключительной легкостью и точностью настраивать частоту. То есть вы понимаете, там нету больше баланса, там нету... А еще, кстати, вот эта пружинка, она же подвергается намагничиванию. А этот осциллятор, он 100% антимагнитен, устойчив к колебаниям температуры, менее чувствителен к гравитации и в 4 раза легче. Он изготовлен из монокристаллического кремния. Так как здесь в этом механизме нету соединения никакого механического, это означает, что меньше износ деталей. Следовательно, для привода спускового колеса и колебаний системы требуется меньшая мощность. А еще кремния не требует смазки. Поэтому, как бы, долговечность продлевается. Можно так сказать, не знаю. Этот калибр они назвали FC810 с запасом хода 80 часов. 40 мм, круглый корпус, элегантный классический циферблат с гильешем, римские цифры со стрелками в стиле Бреге. И вот этот пульсирующий генератор часов виден в окошке у отметки 6 часов. С обратной стороны у нас прозрачная задняя крышка, где мы можем видеть этот калибр FC810. И, конечно же, мы его видим в прекрасном декоре с ажурными формами. Модель доступна в трех ограниченных сериях по 810 экземпляров. Из нержавеющей стали моделька с одним циферблатом. Из нержавеющей стали с другим циферблатом серебристого цвета. Эти часы будут продаваться по цене в 4,5 тысячи евро. И 81 штука из 18-каратного розового золота по цене 15 тысяч евро. Короче говоря, я уверен, что это какой-то прорыв, это новое веяние, это будущее часов. Ну а почему нет? Вот был когда-то кварцевый кризис. Да, пожалуйста, сейчас будет кремниевый. Звучит? Звучит. И все это сделали мои любимые Фредерик Констант. Вот где люди работают, вот как у них там, вот молодцы. Вот вообще очень люблю Фредерик Констант, уважаю. Они что-то инновационное придумывают. И, между прочим, за относительно доступные деньги. Да, цена немножечко кусается, но, блин, это технологии, понимаете? Вот, конечно, вы когда покупаете, вы, допустим, Ауди, да? Вы, естественно, платите за бренд и за маркетинг. Есть такое дело. Но вы платите за технологии, за DSG, коробку, за TFSI, двигатель с, там, вихревыми впрысками и так далее. То есть вот оно где. А тут вот совершенно другое, вообще вот другая система. Я лично прям вот воодушевлен и очень рад за Фредерик Констант так держать. А мы переходим к следующей новости. Есть такой белорусский блогер, бумага А4, Влад, по-моему. Влад А4, да. Так вот, он известен несколькими моментами. Первое, он плагиатчик. Тут недавно на него были сделаны куча обзоров всяких разных, разоблачительных. И второй момент, который мы про него точно знаем, у него дофига денег. Как-то он уже показывал свою коллекцию часов, которая состоит из Rolex Dayjust с бриллиантами. Но я так понимаю, что это все автомаркет бриллианты. Из часов Audemars Piguet, которые тоже там все в бриллиантах были. И он говорил о том, что он целых полгода ждал их из Нью-Йорка. И в коллекции у него были Убло. И сейчас он купил что-то, что-то, что-то максимально выпендрежное, так скажем. Это Richard Mill. И вот так вот мы видим, как он хвастается своими часиками. Понятное дело, нельзя ими не хвастаться, потому что это... Ну, вообще мы знаем, что Richard Mill это часы для миллионеров, для супер-селебритиз, которые люди уже... Ну, сразу понятно, если у тебя на руке Richard Mill, все, ты как бы король мира. То есть эти часы, этот бренд вообще был сделан для выпендрежа. То есть этот бренд носит голливудские звезды. И в принципе, ну кто там еще? Все, больше их никто не носит. И Влад, бумага А4. Давайте поближе рассмотрим, что же это у него за часы такие беленькие, Richard Mill. А это часы с референсным номером RM055, которые названы в честь игрока гольфа Бубы Ватсона. Это американский игрок в гольф, который является многократным победителем и призером этапов PGA Тура. Ко всему этому, между прочим, он левша. Всего на счету Уотсона значится 9 побед в рамках главного мирового тура. Он также свою первую победу одержал в 2010 году и выиграл Travelers Championship с результатом в 14 пар ниже. Он выиграл в туре PGA больше 1 миллиона долларов. И вообще он крутой. Но, кстати говоря, так просто вообще немножко не в тему, ну как в тему не в тему, настоящие профессиональные гольфисты считают мувитоном, когда человек играет с часами на руке. То есть там вот в этих их мешочках есть специальное отделение, чтобы положить часы. На самом деле, с часами на руке, то есть это не очень, как бы, ну, в общем, вы поняли. Так вот, возвращаемся к часам. Значит, RM055. Скелетонизированный механизм с ручным заводом, индикацией часов, минут и секунд. С запасом хода около 55 часов. С титановыми платами и мостами. Мы это можем видеть, так как механизм скелетонизирован. С балансом из четырех регулировочных грузика, которые закреплены прямо на ободе баланса. И они позволяют выполнять регулировку многократно и более прецизиозно. Двойной заводной барабан, который позволяет обеспечивать постоянный крутящий момент на протяжении более длительного времени. При этом сам его накапливает больше энергии. В общем, конечно, это тоже круто. Это тоже технологии, это тоже... Ну, блин, это пафосно. Ё-моё, Ришард Милл, это как бы... Ну, вы чё, ребят? Стоят эти часы, в зависимости от дилера, будь то серый, или вообще найдёте вы этого дилера, или нет, от 24 до 37 миллионов рублей. Разброс большой, потому что Ришард Милл это специфические часы, смотря когда, где, у кого вы покупаете. Есть перекупы, есть дилеры, которые, ну, опять же, серые, которые могут завинчивать цены ещё выше. В общем, дорого. В общем, дорого-богато. Я вот думаю, просто, когда Влад Бумага А4 купил себе эти часы, он тем самым... Ладно, вот эти автомаркеты от МРП с бриллиантами, это ладно, вот у него есть бабла и так далее. Но когда он покупает Ришард Милл, он себя ставит на уровень топа. Топа! И это после всего того, как на него льётся шквал критики и разоблачений в плагиате. Такие дела. Идём дальше. Недавно интернет, а точнее женская часть интернета взорвалась от часов Бэкхэма. Как-то я сижу, и мне в Инстаграм приходит, значит, фотография, репост поста. Репост поста вот так вот. Репост поста. Значит, моя знакомая девочка присылает мне вот этот пост и пишет, зацени, какие часы у Бэкхэма. Я открываю этот пост, не понимаю, в чём прикол. Вижу кучу лайков, вижу кучу комментариев. И женский паблик обсуждает часы Бэкхэма. Я думаю, блин, что-то здесь не то. Вот реально, вот где подвох? Подвох. И мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, в чём подвох, по комментариям и посмотреть, пожалуйста, внимательно на эту фотографию. Дело в том, что там аудитория вообще не понимает, в чём, какие часы на Бэкхэме. Самое главное, что часы прямо в аккурат... Блин, я не знаю, как сказать. Короче, они смотрели на попу Бэкхэма. Да, вот такие новости тоже у меня есть, да. Я оценил часы, женская аудитория оценила попу Бэкхэма. Крутая фотка. Хотите привлечь внимание к своим часам, женскую аудиторию, пожалуйста, вот это хороший способ. На самом деле там у него Брайтлинг, естественно. Ратропанте 45 из 18-каратного золота за 2 миллиона рублей. Ну, мы с вами знаем, что Бэкхэм — это амбассадор Брайтлинга, и он рекламирует Брайтлинг, и, естественно, он должен носить Брайтлинг. Хороший выбор... Хороший выбор, Дэвид. А мы идем дальше. Компания Patek Philippe объявила о остановке выпуска их самой легендарной и самой популярной модели Nautilus 5711. 5711 — все, они больше не будут выпускать эту модель. Ну, вообще-то, они раньше ее плохо выпускали, то есть вы не могли просто вот так вот прийти в бутик и сказать, вот у вас есть 5711, да? Дайте, будьте добры, пожалуйста. Вам нужно было их ждать. А если вы хотите в золоте, то нужно было ждать больше трех лет. Вот в последнее время очередь составляла три года. Сейчас они полностью перестают его выпускать. Кстати, они делали это специально, чтобы цену держать, чтобы держать цену. И, в общем, ладно, не буду сейчас вдаваться в эти детали. И, конечно же, сразу первым делом после этого анонса, после этой новости, заполняет пространство отсутствия вот этого Nautilus 5711 Rolex. Естественно, Rolex выпускает свою модельку. Rolex 57116610 Submariner Submarinatilus или не знаю, как это назвать. Ну, в общем, они делают ставку на эту модельку. И скоро, я думаю, что под конец 2021 года мы увидим эту модельку. И, наверное, ее тоже ждет успех. Блин, зайдет шутка, я не знаю. Или нет. Вы поняли, если что, что это шутка все? Ну, а что, такие шуточные новости тоже же нужны. Наверное. И последняя новость, очень важная. И для меня это было открытием, если честно. Я понятия не имел вот об этом. Нет, я что-то слышал, но понятия не имел, что это на самом деле так и есть. В Ютубе очень важны лайки и подписки, и колокольчики. Особенно это важно для новых молодых каналов, которые стараются, которые вот с душой это все делают. Вот, поэтому, если вам не сложно, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь. И колокольчик, и какой-нибудь комментарий, это вот прямо наивысшая благодарность для меня. Оказывается, это очень помогает, это очень полезно для канала. Я на вас надеюсь. Спасибо всем большое за просмотр, спасибо за вашу поддержку. Спасибо вообще, ребят, в общем, спасибо. Если понравился формат, напишите мне об этом. Я буду собирать новости и вот иногда выстреливать такие новостные блоки. Это все, это Персидский. Всем спасибо еще раз за внимание, на связи, пока.